Итак, всем привет. Хочу сегодня представить вашему вниманию увлекательнейшее событие. Это несколько боёв наших русскоязычных игроков. И сегодня я хочу осветить участие Дак Адмирала, представителя клана ВМ на ESL Special Rules Cup. И почему именно Special Rules? Дело в том, что были запрещены вообще все дальнобойные орудия, юниты вернее, вообще все любые дальнобойные юниты были запрещены. И, кроме этого, были запрещены вообще все заклинания и все обилки, какие только вообще там возможны, кроме тех обилок, которые действуют постоянно на вот тех вот героев или на те юниты, на те отряды, которые выбраны. Ну, как правило, это герои и лорды там. Вот. И в этом бою вообще надо отметить, что вот маленько об этом кубке, о седьмом именно вот Special Rules, очень много игроков, достаточно представительный. Ну, не то, чтобы очень много, по-моему, там не менее семнадцати игроков участвовало. Это достаточное уже количество для такого быстрого турнира. Вот. И в нем принимал участие Panda Warrior, представитель клана Agony, в нем играл House Plant, в нем играли победители предыдущих кубков. Это Ninja Hound, это, кто там у нас, Sapphire играл, Shidoku, очень известный в Total War тоже игрок, ну, может быть, не очень, но известный в Total War сообществе игрок Shidoku, француз. Вот. И наши два завсегдателя этого турнира, это Dug Admiral, представитель клана VM, еще раз назову его, и представитель клана VM Iron General. Большое спасибо парням за присылаемые повторы, причем с подробными инструкциями присылают, пишут, где на что обратить внимание. Итак, хаос, за хаос идет у нас... А, ну и нужно отметить, что Dug Admiral по итогу взял третье место на этом турнире. Вот. Это вот полуфинальный поединок его с Panda Warrior. Вот. И в итоге Dug Admiral занял третье место, и до... Что там у нас получается? До одной четвертой дошел Iron General в этот раз, то есть достаточно, опять-таки, высокие результаты показали наши эти оба игрока на международной арене, можно даже так говорить. Молодцы, парни просто вообще. Итак, за хаос. Воины хаоса Алибарды. Мы видим избранных с тяжелым оружием. Ну, выбор, конечно, понятно, обусловлен. То есть мы знаем, что берут с вами за зверей. Примерно то же самое мы увидим у состава у Panda Warrior за зверей, которые берут сейчас все практически. Воины хаоса здесь у нас с тяжелым оружием. Отличный выбор. Великан хаоса. Прекрасно. Холик Санциет. Ну, видите, нечего ему здесь даже дать, бедолаги вообще. Может быть... Ну, а кого еще брать, раз все запрещено. Кроме этого, воины хаоса с Алибардами. Вот у них эта борьба с крупными целями. Как раз именно те юниты, которые нужны. Кроме этого, драка Огры. Не знаю, как они сыграют против зверей, но я бы вот тоже, например, одобряю на данный момент этот выбор до начала этого боя. Я не одобряю рыцарей хаоса. Не знаю, не потому, что как бы адмирал мне там в письме написал, что вот там что-то было там с кавой. То ли что кава там не так сыграла, то ли еще в каком-то таком вот ключе. Все-таки она стоит 1450. Это можно взять еще один отряд вот этих товарищей и взять еще одно отродье хаоса. Я думаю, такой бы выбор был бы более, ну, лучше, скажем так. Ну, я, по крайней мере, так считаю. Не знаю, посмотрим по ходу боя. Итак, Минотавры с тяжелым оружием. Два. Боевые псы хаоса и яд. Взяты они, видать, на сдачу. Ну, понятно, три великана. Два кровавых быка и повелитель зверей. Генерал, который, в принципе, не то чтобы ни о чем, но тем не менее. Ну, посмотрите, то ли кровавые быки, да, размером, или повелитель этот зверей. Повелитель зверей. Ну да, повелители они все маленькие всю жизнь были. Поэтому. Ну, чем оправдать наличие рыцарей хаоса, я так думаю, тем, что все-таки понимал дакадмирал, что будет какая-то пеха, да, а она вот есть, да, пусть и с тяжелым здесь оружием, и что, в принципе, ее можно будет по тылам чаржить. Но, не знаю, давайте посмотрим. Все, сдвинулись. Соперники. Опять-таки, вот, сказал я про отродья хаоса. А, ими кого здесь месить? Ну, в принципе, да, вот, инотавров и с тяжелым уже можно было бы, с учетом того, что все-таки высокоморальный тут отряд. Здесь-то тоже морали, посмотрите, 73, но это еще генерал здесь. Здесь общество 13. Кровавый бык, там, тоже 73. Да, даже эти позорные, 51. Ставься, я не знаю, но подобные, в кавычках, по фоне того, что мы наблюдаем. То есть, просто эвенитный отряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По девять уже даже стали бродить. Девять, десять. Непонятно, заводим звуны. Здесь, ээээ, не видим, сколько лап. Сейчас. О-о-о-о, и посмотрите, аж два кровавых быка, сразу и два минотавра кидаются на бедных рыцарей хаоса. Ну-ка, драко-огр, посмотрим. Понятно, нет. А здесь четыре отряда веждают на одном великане хаоса. Эх, 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 быстрее, 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 быстрее. Эдмирал, давай, вот эти уже давно должны быть здесь. Блин, мать, щеки их. Избранный стихолый мордер, когда воины хаоса с элитбардами. Их надо было так добродействовать, что шиват, где не играть. Надо было, наверное, на них, чтобы убрать вместо кавы. Ну-ка, посмотрите, как здорово зашли, пеха не ехать. Вообще-то какой, да, посмотрите, да, посмотрите, он правильно было, надо сказать, что он для пехи брал. Посмотрите, как они зашли, какой-то колбасица вообще по полной. Отводит. Отводит. Вот добивайте, а что добивать-то? Тут осталось 640 всего одного, а от 2-го. Нет, это знание. Кака обр, как зашли, красавцы вообще. Просто красавцы. Волик, там вообще порядок находит. Кровавый путь, 2 кровавых пк. Блин, почему за отряды-то такие они стоят и стоят. И вообще-то хорошее. Кавы, по тылам здесь чаржат. То есть, посмотрите, вообще разобрался уже. С этим фланком здесь. Нет, Кава, посмотрите, как здорово сыграла кавы. А ведь-таки она здорово сыграла против минотавров, да. То есть, мы видим с вами 2 отряда просто-напросто при поддержке пехи. В классическом таком-то полуароском стиле они были вынесены. А тут этого кровавого рука. Посмотрите, его валяют. Драка-огра, его валяет Холли. Ой, по хрен. Это что такое вообще? 3 975? А, он же еще предмет и, видите, может брать. И удачно, как просаживают великанов. Нет, в этом разу и дал панде. А, он лично. Ну, а на Каву что пенять? Кава свое дело сделала. Она, во-первых, здесь сделала кровавого БК, во-вторых, вот ее да-да-да-да-да, тащит, тащит. Сейчас я сюда зайду, конечно, да. И этим уже не вернулся. Ну, смотрите, два кровавых БК вообще уделывают Холли. Вот без обила Холли. Мне кажется, вообще после последнего падения, если я правду, пишите мне или не пишите, его вообще бросаю как-то понерфить, что ли. С Холли не справится. Хотя, посмотрите, как удачно все-таки действовало здесь. Ну, здесь уже не видно от играла. В принципе, не рыцари Хаоса сыграли. Ну, хотя, таки одного даже, наверное, отряда хватило. Возможно, но это то, что мы сговорим вот именно о Каве, да, как бы о составе. А, посмотрите, как эти товарищи. Кровавый БК. Блин, драка Огры. А, и один Холли. Они не могут одного кровавого карты. А, и один Холли потерял. А, купить. Великанов. Как классно просадили великанов. Вот эти алимбардисты. Ну, что такое вообще? Вроде этих алимбардистов. Блин. Ну, обидно, конечно. Бля, что ты? Что вы из армии? 84. 386. Ладно, с выходом зверолюдов, как бы это тоже считается уже армией. А это что за армия? Ну, что ж, игра. И вот такие у нее правила. Все-таки что-то не то с Кавой. Я вот так вот. И так за вампиров идет. Армирал. Ну, вот опять два ближнебойника. Здесь два ближнебойника. Не знаю. Здесь вообще на Кавой опять одни великаны. Ну, понятно, кого еще возьмут. Ну, да. Соответственно, и выбор определен. Да. И, соответственно, этому и определяется выбор состава за вампиров, который мы озвучим. Ну, да. Правильно. Курганные дуки. Здесь не вопрос. Да. Рыцари крови. Два, конечно. Так. Ужасы из склепа у нас. Три. Да. Замечательно. Стражи могил. Три. Король мертвец. Да. Стражи. Просто стражи могил. Да. Вкачанные. Два в одну лучку. Высший некромант. Дедок. С постоянными этими обилками. Что у нас еще? Да и все. Ну, в принципе, против орков. Ну, а чем тут еще заходить? Только рысарями крови бить великанов. А там, как бы, видно будет. Ну, опять вот эти вот... Это ваховская хрень, блин. Ну, вот три их. Хоть ты тресни. Еще и большой вожак орков. Он, кстати, нехилый товарищ вообще в ближнем бою. Так-то по большому счету. Хотя нет, он есть обилки там. Знают. Постоянные, непостоянные. Эти-то непостоянные там. Вожак гоблинов. Два вожака гоблинов. Все с предметами. Посмотрите, сами себя хилят, да? Гоблинские волчи наездники. То есть максимально мобильный подвижный состав. Ну, а зачем? Вот они. Есть здесь три танка, короче, которые будут стоять. Да, усеры. Вокруг них можно устраивать уже свою борьбу. То есть они идут вперед и все, как бы, на этом. Ну, да, все вгухано у нас в рыцаре крови. Красивое построение ближе к Total War. Приятно посмотреть на то, что это висало лобу денег. Я не в адрес панды, конечно, а просто, что складывается эта тенденция игры. А этот, что прилетел? Нельзя же пуляться. Просто нервы помотать. Нет, у него, видать, какая-то там обилочка, наверное, есть. Ну, здесь мы видим маневры. Нету такого тупого. То есть пытается как-то, наверное, я так понимаю, хотел так зацепить фланг, пока эти еще не подошли. Ну, да, это было бы здорово, конечно. Цеплять одними рыцарами крови понимает этот дарт. Здесь это фактически невозможно. А что, эти товарищи на убой стражи могилы. Курганы бюки умрут, они будут стоять долго. Так, и король-то-вец у нас заходит на трех реликанов. И это дело, ну, то есть фактически в окружении. Ну, вот рыцари крови зачем уходят, не знаю. Я бы, наверное, вот так поменялся к этим врачам. А мечами не постарался путаться здесь. Они, кстати, склепа, да, они, кстати, здорово. Универсальные. Понятно, высший некромант он у нас хилит сейчас, да, что у нас вот эта вот площадь. То есть все попадаются. Ну, не надо, не надо, не надо, не надо рыцари крови туда. Нет, то есть разрешены, значит, какие-то обилки. Что у нас? А, дар не смерти, да, 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 да. Защита в ближнем бою, дисциплина 16. Это у нас дает высший некромант, да? Да. Зачем? Он просто, вот панда вот сейчас просто выманил отряд. И он будет его сейчас, посмотрите, задерживать здесь максимально возможное количество времени. Где у нас вообще рыцари крови? Они призваны были биться с великанами, которых, понятно, что... Что их будет? Три. Хотя бы два, как минимум, это было ясно. А они, вот они. Ну, что они здесь гуляют? Вот они вот тут должны биться. Быстрее, быстрее просадить вот этих вот товарищей. По-любому помогут, да еще как помогут. А, это было. Четки, пацаны, типа. Не, ну кава, так, кстати, неплохая. Пере все в моем неуважении. Такие люди пошли. Так вот освобождаются рыцари крови. Давай, 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 сюда их, скорее, скорее, скорее. А, здесь за... Прилюбшим акроматом. Глин, видите, тем не дотягивается. Вот его... Вот его... А, здесь... А, здесь... Прилюбшим акроматом. Прилюбшим акроматом. А, здесь... Прилюбшим акроматом. И из-за этого... И король мертвец на роде. Вот обратите внимание, пожалуйста. Таким, вы этих вот показателям. Мастерский, конечно, пояс. Все равно я думаю, все-таки... Надо было отдать на растерзание... Тим, лажакам гоблинов. Этих стражей могилы этой гови. наездник а дедом тереться где-нибудь здесь вот они раздариваться там все равно эти стоят смотрите да подошли стражи макия велика время как бурганы уже здесь понятно не на одном пусть они выбивали всех троих это дело закончилось а там продолжать валит великана олень поле на степь убирает дед конечно очень нагрязанно будет нет возможно до какой-то степени я не прав здесь оказался сосредоточился здесь дак адмирал значит с другой стороны как бы да посмотрите рыцари крови на левом фланге оттянули на себя каву это здесь рыцари крови при поддержке стражей могил тем не менее вот она были на последнем издыхании но он убивает всех возможно стоило все таки хотя бы по одному чаржу сделать на этих великанов и чем быстрее бы они сдохли тем тем я думаю больше шанс на потерь по крайней мере мое здесь вот так но ведь армии стали 306 480 ну рыцари крови конечно здорово себя проявили они убивали каву по 900 монет которая да вот ничего она в итоге не нарубила да и великан то 18 другой 88 ну понятно что армия раз по размерам такая обращаю внимание что курганные духи да они отряды не по 90 не по 120 они по 45 по моему ну чтож отличный бой нет в этот раз дак адмирал дал настоящий бой панди варьеру просто маленько конечно не свезло а где-то возможно стоит доработать составы но как же угадаешь состав панды на следующий бой когда с ним встретишься ну что ж гуд гейм отличные бои прекрасный полуфинал